добрый вечер дорогие друзья я приветствую вас на вечернем вебинаре похоже сегодня у нас много участников же было и весь состав пока не очень широк и обширно но тем не менее мы начнем значит хотелось бы тут есть пару вопросов до записи вебинаров бывают они выставляются в чате вот и в ю тубе их можно будет найти те кто участвует чате в конце вебинара я даю ссылки и оттуда можно получить как бы доступ потом к этим записям хочу предупредить сразу самого начала что вебинары идут пока с определенным повторением но каждый раз я что-то добавляю что-то недорассказываю вот но сохраняю общий канву затем какова цель этих вебинаров я повторюсь просто для тех кто может быть не слышал после этих вебинаров я думаю так что начиная с февраля месяца мы перейдем на практические вебинары когда будем практически заниматься разбором каких-то определенных случаев из практики практики уже есть случай да вот и будем проходиться по проходить по определенными шагами потому как можно было бы подойти к адресному проекту а отдельно это уже с марта месяца пеха нет здесь не надо никуда торопиться ну что займет еще достаточно времени а скорее всего с марта месяца начнет работать в рамках академии новой евразии начнет работать обучающий модуль по адресным проектом где будем готовить специалистов так называемых будущем управляющих адресными проектами руководители адресных проектов или же компании которые будут управлять адресными проектами и это будет такая дополнительная возможность поэтому я рекомендую сейчас насколько это возможно людям участвовать в этих вебинарах смотреть прислушиваться о чем идет вообще речь вот и это даст возможность потом сделать выбор будет еще специальные занятия чтобы определиться бывает человеку дайте линию на обучение и так друзья тут вопрос еще есть значит мы сегодня как вы заметили на вебинаре я не один есть присутствует еще в роли моего ассистента дьякова алексей я сейчас себя уберу алексей покажи себя и попробуй сказать несколько слов потому что у нас в утреннем дневном вебинаре почему-то его микрофон не работал давай сейчас опробуем этот микрофон и тогда пойдем дальше алексей добрый вечер слышно очень и очень хорошо когда ты говоришь но надо будет отрегулировать еще твой звук на какой-то момент вы скажите отдайте отметку слышно меня хорошо или нет меня 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 дайте обратно взять у него хрипит да как у меня нормально да отлично спасибо валентина спасибо спасибо дорогие друзья давайте пойдем дальше и так значит у нас что мы умеем следующее но это вы знаете кто я значит дом skyway первый пункт 2 это адресный проект я каких на парка сегодня материализация событий основы и инициации адресных проектов поговорим о возможных особенностях адресного проектов skyway чего начинать и куда двигаться то партнеры как к делу подходить шестое как рационально действует и на что опираться и что я могу я конкретно ты кто-то на той стороне вы кто на той стороне нашего вебинарного мостика или моста что может получить и в чем мотивация и соответственно я я тоже готовлю несколько адресных проектов где я захочу естественно получить свой мотивационный интерес и так давайте пойдем дальше я повторюсь немножко очень быстро по дому ставей почему я ввел или почему мы ввели понятие дома ставей дом строится и достаточно понятно из каких он элементов стоит и это очень наглядно дает возможность охарактеризовать skyway который автором которого является технологии скажи является анатолий дарвич юницкий он 40 лет работал над этой и работает сейчас тоже над этим да вот это транспортного поколения но существование одной комнаты то есть транспортного поколения она реализуется через другие пространство это внедрение производства этого транспорта нового поколения это свою очередь большой адресный проект который начат но пришло со временем пришло понятие понимания что естественно это надо все реализовать через так называемую сертификационную или же площадку где будет просто осуществаться осуществляться сертификация различных элементов технологий да вот и это экотехнопарк экотехнопарк начинает существовать через пакет инвестиций объекты инвестиций которые объекты инвестиций является тоже в очередь адресным проектом что это за объекты инвестиций в экотехнопарке у нас есть целый ряд целый ряд объектов что это за объекты давайте посмотрим это линия которая на которой будет сертификация и отработка технику техники технологии по городскому транспорту это же линия будет являться основой для испытаний и не столько даже испытаний сколько сертификации скоростного транспорта здесь чуть больше километра в рамках самого экотехнопарка а дальше она уйдет еще на 15 почти километров уйдет дальше на по территории мариной горки муниципалитета мариной горки и даст возможность работать с сертификацией скоростного транспорта здесь есть другие виды транспорта и так называемый навесной подвесной транспорт вот грузовой транспорт и так называемый транспорт 4 вид транспорта это туристическо развлекательный туристический опознавательный кластер который решается на базе юни байков более облегченных видов облегченного вида транспорта или транспортного средства и он не требует так называемых более ну таких сильных к нему вернее скажем так ослабленные требования более ослабленные требования не требует сертификации очень целого ряда элементов сейчас не в этом поэтому дорогие друзья если идти дальше то фактически скажем так и есть у нас возможность идти вот в рамках это есть каждая из этих трасс есть так называемый элемент или объект инвестиций в рамках одного экотехнопарка хотя сам экотехнопарк это тоже адресный проект который сейчас ведет так называемое или фактически юридическое лицо о струнные технологии но получен заказ от других компаний главной компании skyway все это весь этот цикл поддержки и так называемого развития он возможен только на базе того чтобы у этого дома должно должен быть фундамент что входит фундамент друзья это сотрудничество кооперации взаимоотношения в чем это выражается откуда начинает расти сотрудничество кооперации взаимоотношения это практически все работы которые там осуществляются это внедрение адресных проектов это сотрудничество в рамках экотехнопарка сегодня на дневном вебинаре один из участников спросил что ну а как вы вообще доверяете или почему мы доверяем инвестируя туда деньги а видим на площадке ездят какие-то старые тракторы беларусь старые базы и так далее дело в том дорогие друзья что сотрудничество осуществляется но причем очень важным элементом является себестоимость так называемых или так называемые затраты на строительство и вопрос не потому что взяли специально старую техник просто тот подрядчик который осуществляет строительством имеет такую технику и вопрос в том что но тем ни менее функция на все выполняет там нет необходимости к сожалению сегодня к сожалению сегодня работать минута минуту по графику но тем ни менее почему да потому что у нас сегодня не совсем работает элемент инвестиций то есть пакета инвестиций от этого очень сильно зависит то насколько интенсивно строится к технопарке и поэтому сегодня практически насколько строители могут они соблюдают или не насколько насколько им отбачивается они соблюдают все графики и все требования до бывают вопросы бывают вопросы там по строительству упор например вот эти опоры смотрите, которые сюда выставляются сейчас, практически достраивается или, скажем, начато уже второй этаж и подготовка установки кровли на, пардон, извиняюсь, вот это здание, где нулевой километр, видите, здесь кто знает и кто был там на установке нулевого километра, на заливке под землю залиты многие-многие кубометры бетона, потому что анкерный опор, это здание, вот оно в такой форме будет, оно одновременно является и мощной анкерной опорой. Вы же знаете, что технология SkyWay построена по принципу, что натягиваются струны, или так называемая путевая структура, она базируется на струнах, это есть одно из основных ноу-хау путевой структуры. И с другой стороны, в конце испытательной трассы, лицензирования, или даже не лицензирования, а сертифицирования, правильно так сказать, городского транспорта, в другом конце такая же анкерная опора. Сейчас ведутся работы для подготовки ее заливки, там тоже уйдет достаточно много бетона. А это все промежуточные опоры. Гнезда для этих опор осуществлены, поставлены. Сейчас ведется установка опор. Я затрудняюсь сказать сколько, но уже больше десятка опор здесь поставлено. И эти опоры выбраны, они тоже выбраны в сотрудничестве. К сожалению или к счастью, они выбраны таким образом, что сотрудничество подрядной строительной организации, там целый ряд работ были проведены в сотрудничестве, чтобы выбрать базу под эти опоры. Это все в целях снижения себестоимости. Не разрабатывали там особо ничего нового, требующего каких-то дополнительных испытаний, исследований, а подготовлены основные опоры и перекладины, на которые будет уложена транспортная структура. Это все и есть кооперация. Сотрудничеством является и наше, каждого из вас, кто находится сегодня на вебинаре или почти каждого из вас, если вы еще не являетесь инвестором Skyway Capital или какой-либо другой компании. И сотрудничество головной компании и его струнной технологии. Это взаимоотношения, которые выстраиваются на базе различных процедур или организационных элементов или каких-то экономических взаимоотношений и так далее. Далее это финансовая поддержка, это солидарность. С одной стороны финансовая поддержка откуда идет? Инвестор поддерживает проект. Он вкладывается сюда, давая инвестицию, займ. С другой стороны он получает акции. Это солидарность. С одной стороны его солидарность. Он доверяет, скажем так, и что абсолютно правильно, доверяет Юницкому в первую очередь как личности, структурам или тем фирмам, которые представляют и являются как бы посредниками реализации и представления этих акций. И другой это является солидарностью Юницкого, который является владельцем этой технологии. И он как бы выставляет акции. Понимаете, сегодня мы, дорогие друзья, приобретаем, инвестируя один доллар, мы получаем взамен возможность приобрести или стать собственником 600 долларов или акции на 600 долларов. Это неплохое. Или на 300, или даже на 150, или даже на 56 долларов. Независимо от того, каким пакетом или какой продукт мы, инвестиционный продукт мы приобретаем. И поэтому это очень солидарно. И сейчас, если вы придете или кто-то приходил уже в личный кабинет свой или на сайт Capital, там есть очень хорошие продукты, которые говорят о солидарности. О солидарности и возможности неплохо подготовить свое будущее, сделать, скажем так, себе задел определенный. Это есть солидарность с другой стороны. Солидарность владельца этой технологии. Это и экология, которая, естественно, является основой всего этого эко-технопарка. Это обучение. Мы с вами сегодня общаемся, это тоже является обучением. Общаясь с вами, я обучаюсь. Кто слушает сейчас вебинар, естественно, тоже обучается, получает информацию. Они принимают решение, готовы ли они меняться или не готовы меняться. Это есть обучение. Этим самым мы развиваемся, идем дальше. Кроме того, обучается постоянно конструкторское бюро. Оно получает вопросы, которые возникают в эко-технопарке. Получает вопросы от возможных инвесторов, партнеров, заказчиков будущих. Я просто приведу вам такой пример, что, подготавливая основной, первый нулевой этап проекта в Таллине, в технополисе, там трасса, речь идет о полутора километрах, да, целый ряд таких интересных вопросов возник, что конструкторскому бюро пришлось немножко подумать. И практически решения были найдены, как это можно дальше реализовать, как речь шла о анкерной угловой опоре, как ее лучше там делать. Там нужно было переход практически под 90 градусов трассы городской, она типа городской трассы там предусматривается, да, и там нужно было такую опору сделать. И это решение было найдено, причем опора не массивная, потому что территория всего там 33 гектара, большинство зданий все офисные, это бывший завод-двигатель союзный. На этой территории сейчас развито производство, с одной стороны, но оно все время минимизируется, а дальше развивается, потому что территория не для производства. Производство в Сталине вынесено практически все за черту городскую и находится в технологических или технопарках, которые находятся на удалении до 5, от 5, пардон, до 15-25 километров. Вот, и сейчас там развивается на этой территории, она рядом с аэропортом, рядом с городом, до центра города 5 километров оттуда. Очень удобно, и там развивается офисный бизнес. И сегодня на этой территории паркуется 6,5 тысяч машин ежедневно, извиняюсь, 6,5 тысяч людей работает там, а 4200 где-то примерно машин паркуется ежедневно. И поэтому там транспортное, а их надо разместить, а это дорогая земляка. Вот, и поэтому очень важно, как организовать в одном каком-то месте локальном общую портовку, а дальше люди могли бы передвигаться по территории на определенном виде транспорта. Если сравнить это с транспортом, который там был до этого рассчитан, с трамвайным транспортом, то там, во-первых, уходило много земли под это, потому что это, как вы понимаете, трамвай бегает по рельсам, которые положены на земле, у него есть там определенные требования, угол поворота там очень, или радиус поворота непростой. То есть очень много участка дорогой земли уходило под это. Во-первых, это один минус. А вообще, если просто посчитать, не считая стоимость эффективности использования земли, то только даже по стоимости одного километра вся эта трасса трамвайная стоила где-то 20, или пришла бы ее стоимость расчетная 23-23,5 миллиона евро. Когда посчитали на коленке, первоначально только предварительный расчет был осуществлен, то стоимость на базе технологии SkyWay, она вышла где-то примерно в 10-10,5 миллионов евро. И только благодаря тому, полтора километра 10,5 миллионов, только благодаря тому, что там нужно было немного юнибусов, во-первых. Во-вторых, там все равно эта вся инфраструктура требовала значительно, там, во-первых, 3, 4, 5, 5 анкерных опор надо было ставить. Понятно, да? То есть, все такие моменты, они очень сильно влияют на решения, уже на технико-экономические и организационно-экономические решения внутри реализации или при реализации адресного проекта. Таким образом, давайте вернемся обратно к дому SkyWay, и мы немножко отклонились. Здесь в фундаменте лежит экология, обучение, социальная стабильность. Мне не надо вам долго объяснять, почему и откуда социальная стабильность. Социальная стабильность от того, что мы, инвестируя, создаем предпосылки в будущем для каких-то производств, которые будут работать, люди начнут, естественно, получать работу, участвовать в строительстве, подрядных отношениях со строителем и главным генеральным заказчиком или генеральным подрядчиком строительства трассы какой-то. И тем самым люди будут социально обеспечены. Кроме того, те, кто инвестировали, они тоже получают, естественно, стабильный, постоянный доход в виде дивидендов, которые будут выплачиваться. Неважно, в какой они величине будут, но они будут достаточно интересны, потому что та организация акций, которые мы сейчас приобретаем в результате вот таких инвестиционных взаимовых взаимоотношений, то она будет получать, естественно, гарантированные, по перерегулированным акциям будет получать гарантированные дивиденды. То есть, а это база под выплаты дивидендов уже своим акционерам. Таким образом, я еще здесь хочу сказать следующее, что для того, чтобы весь этот механизм дома или, скажем, весь вся эта структура, весь этот воздух в доме Skyway двигался, Skyway Capital и RSV Systems, сейчас главная компания вместе. Мы разработали продукт, который является абсолютно легальным во всех странах Европы и в других странах, где достаточно финансово надзорные органы относятся очень трепетно к тому, куда, что, как инвестируется и что за этим стоит. Это не тема нашей сегодняшней беседы, пойдем дальше. Но все это возможно только благодаря тому, когда у нас люди, которые участвуют в этом, имеют и стремятся к идее на духовную готовность и зрелость. Потому что невозможно изменить, перейти на новые технологии, невозможно, можно, механически это все можно. Но дело в том, что даже инвестируя, уже человек начинает меняться. Он начинает смотреть, надеяться, представлять себе, начинает на это влиять и начинает готовиться к тому, чтобы участвовать во всем этом развитии Skyway. Но, кроме того, важно то, что человек участвует, это так называемая опорная сторона этого дома. Фундамент опирается только на человека. Основные ресурсы – это человек, деньги, информация и организация. И все только возможно благодаря командной работе. Это целый ряд команд. Это команды, которые строят ЭКО-технопарк, это команда, которая проектирует, это команда инвесторов, которые способствуют продвижению информации об ЭКО-технологиях, об Скайвей-технологиях, о проекте Скайвей. И тем самым привлекаются средства для инвестиций в ЭКО-технопарк и развития этой технологии. То есть этот процесс постоянно развивается. Пойдемте дальше. И это, скажем, мы достаточно много уделили внимания. Тут прошел процесс. Смотрите, адресный проект «Материализация событий». Что здесь очень важно? Важно то, что я уже говорил. Следующий анкерный. То есть когда-то это все возникло в голове Анатолия Эдуардовича Юницкого. Далее целые сотни проектантов сидят в КБ и работают над этим. У каждого есть своя задача. И каждый визуализирует то, что надо произвести. И сегодня реально уже материализована сварка струнных ферм. Начинается с марта. Натяжка струн путевой структуры, которую я вам показываю. Но смотрите, на квантовом уровне, если говорить о квантовом уровне, любая ситуация остается в форме семени до тех пор, пока она не проявляется. До тех пор, пока никто ее не наблюдает. А на как он наблюдает человек? Он начинает созерцать внутри своего мыслительного аппарата. Начинает созерцать, представлять это и дальше действует. Таким образом, каждое развитие идет через осуществление такого как бы представления. И только тогда что-то начинает развиваться. Точно так же развиваемся и мы сами с вами. И представляя, чем больше мы работаем с визуализацией того, что мы желаем, то есть того, видите, этих же самых, вот визуализация, она дает возможность это все представить и реализовать. Пока это не сформировалось в пространстве, оно не сформируется в реальности. И вот в реальности шаг за шагом это все реализуется. Таким образом, смотрите, у нас дальше, и что еще очень важно, экология. Мы говорили об экологии, экологии в большом смысле этого слова. Статистика аварий, количество смертей на 1 миллиард километров в мире, пройденного пути по всем видам транспорта, следующая. Например, авиасмерт составляет 4,4 человека на 1 миллиард километров. Самая маленькая, в расчете на 1 километр. Железнодорожная смертность составляет 5,6 человек на миллиард километров. Автосмертность составляет 9,4, в 2 и больше раза, чем авиа. То есть, представляете, насколько ожидаем этот вид транспорта. Насколько важно то, что сейчас происходит на той площадке. Насколько важны те адресные проекты, которым вы, может быть каждый, может быть один из вас, может быть кто-то еще, кто не пришел на вебинар, готовится и будет участвовать в этом. Смотрите, транспорт по технологии сковей повышает безопасность. Сразу видно, в 3000 раз по сравнению с авиатранспортом, в 113,1 раз по сравнению с железнодорожным транспортом и в 10 тысяч раз, в 10 тысяч раз по сравнению с автомобильным транспортом. То есть близко сто раз стоит только железнодорожный тракт. Дальше в тысячи раз. То есть понятно, насколько здесь экология и безопасность имеют очень важное значение. И работая над этим, мы начинаем меняться сами. Это невозможно, если мы сами не будем меняться, если мы свое мышление не будем изменять и развиваться. Таким образом, смотрите, основы инициации адресных проектов. Я всегда, кто может быть уже участвовал, но повторение мать учения нет. Очень хороший наглядный пример из практики Алексея Суходоева из СВИГа. Когда он сам из Челябинска и в Челябинске была проведена такая как бы практически, то есть это из практики родившийся алгоритм. Было предложено участвовать в конференции с нашей технологией. Но было сказано, что да, заплатите, ребята, 350 тысяч и мы вас примем как участника конференции. Подумали и была проведена следующая вещь. Значит, Алексей ознакомился с тем, что там вообще собирается, какая это конференция. А здесь спектр для нас, кто мы сегодня смотрим, откуда черпать адресные проекты, очень большая. Это конференции, выставки, форумы по транспорту, логистике, эко вопросам. Это ресурсы сбережения, энергосбережения, природосбережения, хотя это тоже эко. Разные вопросы грузоперевозок и так далее. То есть конференции. Дальше. Он договорился об участии, но это не устраивало, такая сумма 350 тысяч. Конечный результат после того, когда было проведено предварительное ознакомление тех, кто организует это, некоторых других заинтересованных лиц с технологией SkyWay, то есть PR или так называемое рекламное мероприятие по SkyWay до этого форума, то тогда уже было предложено, что давайте, ребята, это интересно, это усилит наоборот статус нашего или, скажем, вес нашей конференции, если вы там будете, и чисто символически за место 10 тысяч рублей заплатить. Представляете, есть разница, 350 тысяч, 10 тысяч. И вообще подход был сделан очень четкий, концептуальный. Мы не просим, мы предлагаем. И это надо всем нам участвовать, кто мы занимаемся с адресными проектами, или кто собирается ими заниматься. Мы не просим. Мы предлагаем, мы готовы разъяснить, мы готовы показать, мы готовы разобраться, мы готовы помочь и идти с вами дальше, если на то будет основание. И только после этого, участвуя уже в конференции, у Алексея удалось привлечь внимание через эту экспозицию, которая там была маленькая такая стоечка. Правительство Черябинской области, они привлекли, он привлек их внимание, и сейчас работа там шаг за шагом продвигается дальше. Не буду даваться подробностей, поскольку это уже епархия другого человека. Тем не менее, рекомендую использовать этот алгоритм как одну из возможностей развития этого направления, развития или подхода к возможным решениям и нахождению инициации адресных проектов. Но нам не стоит забывать, дорогие друзья, что существуют этапы. И этот процесс от того, когда у нас какая-то идея зародилась, предположим, что-то мы придумали, сейчас мы немножко разберемся, что здесь можно придумать и что здесь вообще надо сделать. Это не только посидеть, поковыряться там где-то пальцем, подумать, посмотреть потолок, походить, посмотреть и все решить. От этого момента, вот от этого момента и до реализации строительства и сдачи в эксплуатацию проходит до пяти лет. Первые четыре этапа или первые три с половиной этапа, это когда идет разработка, инициация проекта, подготовка и так далее. К моменту, когда инвестор подключается, требуется и сумма, если, предположим, весь проект стоит 100 миллионов или 100 тысяч, то до этого этапа затраты составляют, в зависимости от того, какой это проект, составляют от 10 до 30 процентов, до четвертого этапа. И только с момента, когда начинаются изыскательские разрешительные и подготовка разрешительной документации, то есть с момента, когда инвестор более-менее определился, его интерес существует, есть определенные документальные соглашения и так далее, то есть дана зеленая карточка или, вернее, зеленый свет проекту дальше, и тогда идет, начинается только подготовка и проектирование уже окончательно, и подготовка к строительству, и само строительство. Это все занимает этот период до шести месяцев, иногда до года, вот до половины этого, а дальше идет еще полтора-два-четыре года. То есть это достаточно длительный период, это не так просто, как оно на первый взгляд может казаться. Теперь, если мы идем дальше, смотрите, здесь, значит, ну это немножко не то, это посмотрю, тут есть, так, куда же оно делается, а, пардон, я немножко перепутал, сейчас, одну минутку, смотрите, так, этапы адресных проектов, вот здесь у нас есть, да, сейчас я сделаю немножко больше, смотрите, да, что входит в нулевой этап, видно всем хорошо, дайте знать, что-нибудь сообщите мне крестиком, видно? экран видно, хорошо, не видно? А, видно, видно, да? Отлично, смотрите, нулевой этап, пройдемся, спасибо, спасибо, друзья, нулевой этап, инициация проекта, это нулевой этап, это можно чуть крупнее сделать, можно, попробуем, но тогда будет экран, так, сейчас попробуем, не расскажем чуть-чуть его, так, сейчас попробуем крупнее сделать, ну тогда надо будет тут гулять, но ничего страшного, сейчас чуть крупнее, смотрите, что такое нулевой этап, это исходное задание на проработку, это, кроме того, это проработку инвестиционной, как бы содержательности проекта, то есть надо сначала все-таки прикинуть, есть там вообще база под то, что кто-то будет туда инвестировать, а в первую очередь мы, народ, который на первом этапе вообще только и начинает инвестировать, да, что не обманем ли мы людей, вот, и подготовку информации для составления, пардон, извиняюсь, и подготовку информации для составления, для составления, технического задания к проведению работ на этапах от одного до третьего, подготовка исходных условий и так далее, принятие решения на инвестиционном совете и утверждение технического задания, подготовка и проведение организационных проработок, каких организационных проработок, это то, кто это будет реализовывать, кто будет участниками, и смотрите, кто будет участниками, как правило, участниками этого всего проекта бывают, смотрите, кто, инициатор и организаторы в рамках где-то до пятна, они организуют все вот эти участники, они являются учредители исходной структуры, управляющей, вернее, инициирующей, фирма, инициирующая адресный проект, собрались, это кто, инициаторы, организаторы, которые разработали и потрудились на нулевом этапе, это КБ, или ЗАО струнной технологии, ООО, пардон, извиняюсь, я все равно путаю, струнной технологии, это компания ScanTransnet, или же какая-то другая компания, которая уже проработала целый регион и вопросы целого региона, и это другие привлеченные лица, которые могут быть заинтересованы в дальнейшем, мы на этапе, стартовом этапе не знаем, кто еще может быть заинтересован, и с чем-то сюда войти, да, может, поэтому сюда тоже 8%, таким образом, это условно разбитые проценты, 12, 50, 38, это 100% участников, или так распределяется доля участия в этой фирме, а эта фирма уже, в свою очередь, участвует в управляющей фирме адресным проектом, и эта компания создается уже тогда, когда более-менее известно, что есть инвестор, и идет, начинается торговля с инвестором, то смотри, дорогой друг, мы подготовили, мы подготовились, прошли уже вот до третьего этапа практически, да, и теперь мы собираемся с тобой как бы договариваться, что инвестиции проведены и требуется осуществить, и требуется осуществить уже основательную инвестицию в этот проект, и тогда и тогда начинается формирование, создание управляющей фирмы, управляющей адресным проектом, то есть это момент третий, или скажем так, первая половина четвертого этапа, здесь фирма, инициирующая адресный проект, через нее косвенно КБ участвует, видите, если она получает от 30%, то у КБ остается 15% из этого проекта, если она получает 50%, то 25% из этой фирмы, понятно, да, 50%, и в зависимости от того, какая доля участия, остальное продается инвестору, то есть инвестор входит с остальным, с остальным капиталом, и таким образом здесь инвестиции собираются и обеспечиваются инвесторам, но всегда КБ является через фирму иницирующие адресный проект, люди, которые являются инициаторами адресного проекта, они косвенно участвуют в управляющем фирме, управляющей адресным проектом, и таким образом возникает возможность уже начинать общение с заказчиком, то есть юридическим лицом, представителем пользополучателя, это муниципалитеты, это различные управления госструктуры, это возможные федеральные органы, которые через какой-то конкретный объект, какой-то город, район города, я не знаю, там, трассу заинтересованы, чтобы этот адресный проект был профинансирован и построен в конечном итоге, это управляющая адресным проектом фирма осуществляет все процессы, но для этого нужно иметь определенные компетенции, поэтому это все не так просто, и тогда только мы идем дальше, причем как рационально действовать и на что вообще опираться, накопление компетенций, это очень важно, то есть кто желает участвовать в адресном проекте, то естественно надо накапливать компетенции, знания и так далее, вебинар один из таких является, где мы получаем определенную информацию, она повторяется для тех, кто еще не участвовал, кто-то участвовал, он повторяется здесь, но получает каждый раз что-то дополнительно может быть, да, сбор информации, принятие решения о своей роли в адресном проекте, сбор информации, анализ, первое описание идеи адресного проекта, помните, там было в нулевом этапе об этом тоже сказано, составление исходного задания на инициацию адресного проекта, это все требует наличия уже определенной компетенции, а не просто так с фонаря что-то взять, ага, тут мне показали, есть, да, забыл, что там где-то есть, тогда мы смотрим, и таким образом, что составление исходного задания, оно требует уже определенных как бы навыков, это все можно получить в консультации на этот счет, и это все осуществляется уже в рамках скажем компаний, как сейчас организуются, как особенности адресного проекта, через что это происходит, есть центр консультации адресными проектами, образован, да, компанией Capital и RSV Systems, такой центр организовали, пока в рамках этого я и еще пару человек находимся в этом центре консультации, инвестиционный совет собирается, он будет принимать целый ряд решений, то есть идти на инвестирование, готов этот проект или не готов, насколько он реально возможен и так далее, то есть для этого надо очень серьезно защитить свой проект на инвестиционном совете, а компании, которые будут последствия вот эти управляющие адресным проектами они как бы двух типов, потому что сами виды транспорта тоже двух типов, это транспорты компании управления по адресным проектам по транспортным системам и компании, которые развивают проекты, где туристические кластеры, то есть инновационный туристический кластер, это так называемый облегченный вид транспорта юни-байки, о них сибиряков и суходоев говорят достаточно много, поскольку как бы они являются авторами, одними из авторов, или группа была разработана и мы предложили это дело Анатолий Эдуардович, и Анатолий Эдуардович пришел к решению, сначала он не совсем воспринял облегченный вид транспорта, но рассчитав, очень быстро сообразил, что это достаточно эффективная вещь, и начались разработки, сейчас ведутся вполне нормальные, хорошие, интересные разработки, и мы получим этот продукт точно так же в Экотехнопарке, причем интересно то, что не исключено сегодня, что в целом на объект, на адресный проект в Экотехнопарке, который будет решать сертификацию инновационных туристических кластеров или транспорта для этих кластеров, будет инвестировать уже группа инвесторов из Франции, подготовительные работы по соглашению ведутся, и поэтому уже мы получим дополнительный ресурс, чтобы как бы более интенсифицировать работы Экотехнопарка. Это тоже есть адресный проект, которым занимаются наши коллеги. Тогда идем дальше. Смотрите, что вообще, какова база адресных проектов. в данной ситуации у нас являются три основных как бы или вернее две основных два основных источника инвестиций. Это площадка, которая идет через Евразия Rail Skyway Systems Holding, головную компанию и компанию Capital или же Skyway Capital и SWIB. За этими проектами могут стоять инвесторы как по этой линии, как и по этой линии. Кроме того, в будущих адресных проектах участвует и Unitsky Core или Unisky, которые через владея инвесторы, получая акции, через GTI являются и возможными инициаторами, инвесторами или проводниками инвесторов будущие адресные проекты. Это и, кроме того, еще возникает дополнительное направление, когда просто могут прийти инвесторы со стороны не через WIC, не через Capital, не через головную компанию, а со стороны и предложить какой-то адресный проект. Поэтому независимо от того, являетесь ли вы инвестором или нет, рассматриваем все адресные проекты, которые могут быть интересны по своей реализации. Теперь смотрите, что у нас еще очень важно иметь в виду. Я просто для будущего хочу сказать, что поселение нового уклада это как тема, как адресный проект строительства кластеров новых сообществ жизнедеятельности людей и создания линейных городов. Но линейный город является основой или он является производным дереват адресного проекта скоростная трасса от 200 километров до 1000 километров. И это значит, что трасса, когда ее строят, скоростную трассу, то вся территория как справа, так и влево или неважно по бокам этой трассы по 5 километров с одного и с другой стороны от этой трассы, а это является так называемая потенциальная зона развития поселений будущего, или ближайшего будущего нового поколения поселения. А поселение в свою очередь образует так называемые линейные города. Но это тема других разговоров, других адресных проектов, и поэтому это просто приведено для того, что это вообще бизнес только начинается. Те люди, которые сейчас активно инвестируют технологию Skyway и в Эко Технопарк до конца 2016 года получают доступ к распределению прибыли во всех будущих адресных проектах. вы спросите, а каким же это образом мы получаем? Об этом может быть уже говорили, но я повторюсь, через то, через GTI, GTI и Uniscord будут всегда участвовать во всех будущих адресных проектах. А наши акции откуда? А наши акции вот здесь отсюда получены. И таким образом, как только закрывается вход в головную компанию или в корневую компанию, закрываются эти акции. И уже для каждого следующего проекта адресного проекта, для каждого следующего адресного проекта будут новые акции выпускаться. И это уже отдельно новая история будет. Остальные возможные получат доступ к покупке акций в будущем будущие адресные проекты, но с более низким уровнем капитализации. Вы посмотрите, сегодня предлагается, что сегодня предлагает, например, Capital. Он предлагает на своей площадке продукт, инвестируй, пожалуйста, ну, например, сеньор есть такой продукт, я просто как пример приведу, человек вкладывает по два месяца, два месяца по 50 евро каждый месяц, 100 евро, получает один по одному дисконту, но дисконт не маленький, один к 150, он вкладывает один доллар, получает акции на 150 долларов. На следующие два месяца он вкладывает один доллар, получает уже 200 долларов акции, на 200 долларов, а пройдя еще на следующие два месяца, 200, то есть в целом проинвестировав 300, как бы долларов, или третье 100 долларов, то эти третьи 100 долларов, он получает дисконтом 1 1 300, то есть проинвестировал 1 доллар, получает 300 долларов. Таким образом образуется очень неплохой пакет, и это капитализация. В будущем таких не будет, например, когда мы говорим об инвесторе, который войдет в адресный проект, смотрите, вот в этот фирма инвесторов, то там наоборот, там капитализация в обратную сторону, продавая ему долю в управляющей компании, те, кто провели ее до этого момента, когда с инвестором только можно было начинать разговор, то есть все предэтапные работы, нулевой, первый, второй, третий этап выполнили, довели его до четвертого этапа, то тогда начинается торговля, ему продается уже, допустим, проект стоит 100 миллионов, ему продается скажем так 50 процентов этих акций, 50 процентов за 100 миллионов. Понятно, да? То есть весь проект продается за 50, мы остаемся или, скажем, те, кто участвует сегодня во всех инвестициях и головная компания или компания, которая представляет или КБ и вот эта компания, они остаются здесь уже через проинвестировал только до 30 процентов, но еще на 50 процентов остаются и в этой компании, а за остальное покупается за 100, то есть практически по стоимости самого проекта. И это сравнительно с тем, что каждый процент, полученный в этой компании, стоит 3-4 доллара, то есть каждый доллар этой акции стоит 3-4 доллара, который должен заплатить инвестор. То есть понятно, в другую сторону совсем, да? Или покупается очень недешево. поэтому здесь все очень интересно. Теперь смотрите, я еще хочу остановиться вот на чем, далее, первое описание идеи, давайте закончим это, обращение в группу консультаций по адресным проектам, о котором мы говорили там выше, для подготовки исходного задания на инвестиционный совет. Это все консультируется, не надо там сильно выскакивать из своих одежд, и можно получить консультацию, потому что этот проект мы все делаем вместе, мы стартуем все вместе. Организационно-экономическое представление реализации, формирование команды, и вот в рамках сегодняшнего разговора, дорогие друзья, кто а тут есть вопросы, в Челябинск внизу стоит процент, стоят а, 50, ну да, внизу вы по этому уже говорили. Значит, смотрите, у меня такой вопрос, а какие ваши предложения могут быть, что еще рационально действовать, или как рационально действовать, и на что опираться, подходя к адресным проектам, вот вы, есть какие-то мысли по этому поводу, напишите здесь, пожалуйста. Так, алло, слышно, там нет вопросов, нету, алло, меня не слышно, у меня выпило, что ли, вообще? Нет, все слышно, все нормально, Владимир, все слышно, просто сложный вопрос, поэтому, наверное, интернет, я уже заволновался, спасибо, раздать конструкторские товарные узлы, инвесторам, как растут товарные узлы, ну, я полагаю, что инвесторам навряд ли сюда надо будет раздавать, ведь вопрос-то в том, что, скажем так, инвестор, они сильно интересуют, какие там могут быть узлы, да, ну, что вы говорите, не совсем понятно, что вы говорите, что я говорю, я говорю то, что, как рационально действовать и на что опираться, чтобы, как бы, создать адресный проект, что здесь еще, на ваш взгляд, не хватает, есть накопление инкомпетенций, принятие решения о своей роли в адресном проекте, формирование команды, какие-то идеи есть у вас, обращение в группу консультаций, надо что-то где-то исследовать, возможно, но идей нет, все правильно, ну, отлично, появится, тогда будем идти дальше, суть сейчас не в этом, тогда смотрите, если появится, там в конце можно будет, я дам вам ссылку, вы можете потом выставить это на своем чате, если у кого-то есть свои определенные соображения на этот счет, все становится реальным и как рационально действовать и вообще на что опираться, самое главное, это дорогие друзья, это команда, но команда всякая начинает действовать только опираясь на что, на миссию, миссия достаточно важная вещь, и команда, не понимая, ради чего она функционирует, ей достаточно трудно идти дальше, но всякая команда, она имеет смысл и становится командой, если есть лидеры, но лидеры не в смысле, Василий Иванович на боевом коне впереди, один лидер, а это должна быть группа и может быть группа лидеров, которые, лидеры, которые каждый компетентен в своей сфере, потому что трудно найти человека, который во всех сферах, в доках, поэтому есть лидеры, которые работают в разных направлениях, и только тогда начинается реализация конкретного проекта, выход реализации какой-то продукции, причем продукция или сам проект здесь только на пятом месте, это важно, как организовать денежный поток, это взята у Роберта Киосаки схема, но она очень хорошо подходит и к нашему случаю, это выстраивание общения внутри команды и общения также с различными органами, вы помните там структуру, которую я вам показывал, это создание различных систем внутри этой команды, создание систем управления проектом, это создание организации, это выстраивание бухгалтерской системы своей команды, адресный проект это непростая вещь, и его нужно вести, соображая, что и как делается, и какие системы должны функционировать, это правовые вопросы, то есть здесь должна быть тоже полная поддержка, это только тогда мы выходим к адресному проекту, есть вопросы, каким образом будут подтверждены мои формальные полномочия со стороны руководства перед инвестором, хороший вопрос, спасибо, значит, вопрос вот как он, конечно, подтверждены они будут таким образом, здесь есть дальше, что он так, мотивация, заключение договора с инициатором адресного проекта, договор, он может состоять из нескольких частей, через этот договор будет закреплены все взаимоотношения, причем, здесь может быть, я вот сейчас давайте рассмотрим тогда мотивацию, поскольку ваш вопрос уже из этой сферы, это пройдя обучение адресный проект и заключение с человеком опционного уже соглашения, потому что можно остановиться на этой стадии, смотрите, я вернусь обратно на пару шагов, можно остановиться на этой стадии, организовали фирму, инициирующую адресный проект, и человек, который являлся инициатором, организатором, отошел в сторону, он через эту компанию имеет свой, или те, кто здесь были, имеют через это свои 12% в этой, и здесь, если это 50%, имеет 6%, если 30%, то 4% уже в этой компании, и они здесь уже не участвуют, но если человек пошел сюда дальше, то после этого договора с ним соглашение, можно и нужно будет сделать опционное соглашение, для него, где четко определяется, опять не в ту сторону побежал, значит, где с ним четко определяется опционное соглашение, что такое опционное соглашение, это договор о том, что после, или в результате реализации полученной, реализации адресного проекта, полученный доход, или та прибавочная стоимость этого проекта, или, вернее, правильно сказать так, от прибыли, заработанной на этом проекте, 10%, например, до 10%, 5%, или от какой-то суммы, там надо смотреть, потому что там можно будет, зачастую, в зависимости от проекта, могут быть различные отправные точки, от чего опция человеку предлагается, руководителю проекта, понятно, да, что через это можно, причем определяется, это уже начинается со стадии общения с инвестиционным советом, человек сам принимает решение, с одной стороны, с другой стороны, инвестиционный совет смотрит, а насколько человек компетентен, можно ли его предложить инвестору, не исключен случай, когда дойдя до, но это на первых этапах, да, дойдя до формирования компаний, которые будут управлять адресным проектом, человек, который, как бы, метил туда, он не проходит конкурс, такое тоже возможно, поэтому инвестор, который на 50% инвестирует, а иногда и на 70%, и практически всем, как бы, будущим инвестициям отвечает за реализацию этого проекта, естественно, он в конечном итоге принимает решение, кто является руководителем этой компании, которая управляет этим адресным проектом, поэтому, дорогие друзья, планка достаточно высока, стоимости проектов тоже очень высоки, ставки очень высоки, да, правильно, нравственность лидера ключевого опроса, но и компетентность, естественно, компетентность очень важный фактор здесь, смотрите, привлечение участников инвестиций и проведение работ по этапам проекта и так далее, то есть, это все есть мотивация с определенным условием оплаты их труда и услуг, дальше идет такая вещь, как выделение инициаторам адресного проекта в случае их участия в работе по проекту и оказание существенных услуг для реализации проекта долей в фирме, инициирующей адресный проект, это мотивация, мы об этом уже говорили, оплата разовых подрядных работ, выполненных в процессе, работ по этапам от нулевого до четвертого этапа, а потом, может быть, и в самом при реализации этого проекта. Я вам скажу такую вещь, что я вообще вошел в этот проект Skyway вообще через другую калитку, я с одной стороны посмотрел, что да, интересно, скажем, поддержать в первую очередь, хотя я знал этот проект уже с 2004 года, вот, будучи мэром города Таллина, извиняюсь, вице-мэром, я повысил себя, вице-мэром города Таллина, мы занимались транспортными развязками, которые проектировали, я попросил узнать, что же, как бы, нового в мире есть, когда мне показали испытания, которые были в интернете, где показывали ЗИЛ, который катался по струнам, так называемым, да, вот, по струнному комплексу трассы испытательной в озерах, но после этого в 2014 году я просто вошел как любитель поддержки экологии, двумя 200 фунтов стерлингов инвестировал, но я стал думать, опа, если это дело развивается, оно достаточно интересно, и после знакомства с Анатолием Эдуардовичем Миницким уже конкретно, я понял, что здесь большая перспектива для будущих, будущим, для предприятий производственников, и вот здесь как раз очень важно подготовить эти предприятия, я через это стал ходить, знакомиться с этим проектом и сегодня там, где я и есть, вот, но сегодня, тем не менее, я работаю с предприятиями, которые уже начинают думать о том, как миллионы километров, это не значит, что это будет одно предприятие делать, хватит там всем многим работать, металлоконструкции надо варить, потому что все эти структуры, они таковы, каковы они есть, они требуют очень много работы с металлом, и в первую очередь, это предприятия металлообрабатывающей промышленности, это металлоконструкции, производство металлоконструкции и так далее, причем это должно быть все на высшем уровне, соблюдение технологических требований, различных требований сертификации, сварочных и прочих работ, и работая с предприятиями, они видят и люди, например, я один из инициаторов, я вижу, что я определенный интерес получу через то, что люди смогут получить подряд эти работы. теперь оплата разовых подрядных работ и заключение опционных договоров ориентировано на конкретные результаты, о чем я тоже уже говорил. Поэтому, вот это все есть так называемые активационные факторы участников адресного проекта, в зависимости от роли, в какой они сюда в проект вошли. Какие там, кто подписывает соглашение от Skyway, Transnet, Transnet, еще играет роль, кажется? Да, конечно, играют. Например, в нашем конкретном случае Transnet имеет вполне, играет достаточно большую роль, потому что все проекты, которые, вот вы видели там, да, Scam Transnet, эта компания заключила с головной компанией соглашение на развитие и инициацию или поддержку инициации адресных проектов по возникающим в регионах Балтийского моря. Это все вокруг Балтийского моря. Это 5800 километров продолжительность трасс, в том числе Таллинн, Санкт-Петербург, Рига, Калининград, Рига, Санкт-Петербург и так далее, и так далее. Таллинн, Хельсинки, Хельсинки, Санкт-Петербург, это и внутри городов этих, и в этих странах, которые как бы прилегают. И в целом объем так называемой стоимости предстоящих инвестиций где-то порядка 18,5 миллиардов долларов. То есть это очень серьезные проекты, где будет вот как бы идти накопление. И поэтому работы много. Так, что транснеты имеют и играют определенную роль. картинка ушла совсем. Да, моя картинка ушла, меня не видно. Все, понял, спасибо. А сам транспорт уже строит? Нет, транспорт не строится пока. Он является пока только в макетах. Макеты есть, подготовленные один к одному макеты, находятся в Минске и готовится строительство. Причем, смотрите, если мы посмотрим, значит, пардон, я пошел уже дальше, я вернусь обратно. На дневном вебинаре я рассказывал. Вот на этой территории, которая рядом с эко-технопарком здесь, порядка 30 гектаров предполагается строительство, начинать уже подготовку с лета нынешнего года, подготовительные работы, сейчас ведутся чисто документальные подготовки документации для аренды этой земли, будет выстроено производство, которое будут производить все для эко-технопарка и в будущем для трат. Причем, здесь тоже будут осуществляться подрядные работы, но те, такие, так называемые, имеющие ноу-хау работы будут осуществляться только здесь. По узлам каким-то, это мотор-колесо, есть там несколько нюансов, которые будут делаться только здесь. Поэтому здесь будет выстроено производство нехило. Слышите, вы слышите, она тут строит, так что транспорт виден только нос, ясно. Что там еще было с вопросами для сибирского нет, работа будет, работа будет, работа всем, друзья, будет, потому что вы же понимаете, что возить-то будут не из Эстонии, из Эстонии или неважно откуда, если это касается допустим региона Балтийского моря, а смотрите проекты, которые по России, по Руси, начиная от Санкт-Петербурга до Владивостока, это опорное производство всех городов, которые где-то в радиусе от трассы в радиусе до 500 километров рационально привлекать к участию строительства этой трассы. Но есть работы, которые будут выполняться только мобильными производственными комплексами, выезжающими или вывозимыми на место по мере продвижения трассы. Это различные сварочные роботокомплексы и так далее. Но основные базовые конструкции плетей, транспортные структуры, они будут осуществляться, вот я говорю, что в радиусе рационально делать это до 500 километров. Но это не просто какие-то подряд будет кто сделает эту трассу или кто сделает эту плеть. Это будет уже подготавливаться сейчас заранее, когда начинается. И это значит, что можно к этому готовиться, потому что надо получить целый ряд сертификатов, чтобы участвовать потом в возможности получить подряда на выполнение каких-то определенных транспортных структур. Так, что тут у нас еще есть? Белорусам повезло, у них открываются рабочие места. Да, конечно, им еще, кроме того, очень сильно повезло. Вы знаете, что мэр Марины Горки, он просто, ну скажем, надышаться не может на этот проект Экотехнопарка. Он очень хорошо соображает, что это и деньги в бюджет местного самоуправления или муниципалитета. Во-вторых, подскочили цены, подскочили почти в 10 раз цены недвижимости в Марины Горки. В зависимости от того, что вы покупаете. От 3 до 10 раз, говорят специалисты Белоруссии. Но это же и так называемая капитализация национального продукта, то есть это средства в национальный продукт. Я уже говорил, что когда мы выступали в Вильнюсе, там были заданы вопросы и люди очень четко понимают, что несостоявшийся ведь этот Экотехнопарк предполагалось первоначально строить Шавляев в Литве. Мэр рвал волосы на своей голове, когда он понял, что и насколько средств ушло. То есть эти средства ушли все в Белоруссию. Каждый будущий адресный проект это тоже деньги в зависимости от того, куда они будут строиться. Вот например в Эстонии дойдем мы, доживем мы до того, а мы доживем до того, что будет строиться трасса Таллинн-Санкт-Петербург или Санкт-Петербург-Таллинн. Не важно как. Это соответственно средства конкретно строительства этой трассы и это есть вклад в рост национального продукта. И у этого есть и социально-экономическая составляющая. Это рабочие места, как вы правильно говорите. Это люди получают зарплату, они платят налоги и так далее, и так далее, и так далее. И все побежало, пошло. Можно ли уже сегодня обговаривать заключение предварительных соглашений с такими предприятиями? Да, я веду такие переговоры, я разъясняю особенности, некоторые из них заинтересовались, готовы вложить немножко денежек туда, становиться партнерами, становиться партнерами в выяснении каких-то условий, каким они должны соответствовать. У нас в Эстонии, например, в Европе вообще шикарные условия, потому что Евросоюз поддерживает развитие предприятий предпринимательств и возможно даже получить где-то 50-80 процентов затрат, которые идут на получение вот этих новых компетенций, сертификацию получать, как бы возмещать за счет фондов поддержки Евросоюза. Я думаю, что и Россия точно так же будет действовать, и другие страны. Поэтому здесь это все возможно, этим надо заниматься. Соглашение от руководства местного транснета или от руководства Скайвель. Нет, вы знаете, возможно ли получить заготовок соглашения от руководства местного ну, надо просто говорить, это сейчас трудно понять, вы войдите, значит, я в конце покажу свои адресные данные, зададите вопрос, там мы разберемся с вами. Я вам дам более содержательный ответ, я не совсем понимаю ваш вопрос. Всем нам тоже не... Окей. Так, есть еще, друзья, вопросы? Давайте тогда немножко быстренько завершим все наше это дело. Время уже нас подплёстывает. Команду говорили, об этом говорили. И вот мы пришли к тому, что если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь или постучитесь ко мне на скайп, я вас подключу к чату, а более длительно какие-то есть через какой-то документ что-то хотите спросить, можете обратиться ко мне на имейл. Владимир собака, в хорошем смысле этого слова, маслов.ee А чат будет называться целевые проекты или он будет называться несколько иначе, сейчас скажу иначе его переименовал и сейчас скажу как он называется целевые проекты Skyway так и называется я уже изменил целевые проекты Skyway так он и называется но к нему мы придем через то, что вы постучитесь на Вальдемар 13 я дам вам ссылку подключу вас к чату и вы сможете в этом чате участвовать так есть еще вопросы дорогие друзья благодарю тогда за внимание вас желаю вам успехов всем кто сегодня участвовали успехов вам вашим всеми близким вашим производством где вы работаете ибо от этого зависит ваше и наше благополучие совместно так этот чат да в скайпе этот чат так есть еще вопросы следующий вебинар будет 19 часов в следующий четверг только в 19 часов и на том вебинаре мы будем уже больше говорить о практических вопросах я абсолютно вскользь затрону вопрос дома Skyway ибо это основа всего а дальше будем скажем 80% будем или 90% будем говорить о том что и как дальше делать сколько это стоит других таких каких-то возможностей так еще есть вопрос скажите а что в Китае на каком уровне там наши проекты наших проектов в Китае нет но переговоры ведутся я не уполномочен и не имею права говорить ничего больше ведутся подготовки как говорит Анатолий Гвардович но могу вас заверить дорогие друзья процессы очень интересно на пути Евразии вообще в евразийском пространстве очень мощный интерес к этому имеет Казахстан он видит себя везде партнером и я вас уверяю я уже говорил на нескольких вебинарах что скажем в первую очередь решаться будут естественно грузовые или так называемые по грузовым трассам по перевозкам грузов потому что это вообще страшное дело сейчас я вот ездил в Прагу 6 по 10 января проехал на машине Сталина и туда и обратно я видел что творится на дорогах Евросоюза это фуры это абсолютные нити и когда я посмотрел то что значит один грузовой состав который возможно вести Юнибус или в рамках Skyway технологии решить то практически один состав это груз который перевозит тысячи фур понятно что это значит и это по воздуху практически то есть над землей то есть на структуре и это очень важно то есть транспортные структуры будут развиваться и вернее грузовые структуры грузового транспорта будут развиваться скорее всего в первую очередь если не учитывать то что вот этот так называемый инновационный туристический кластер в городах в каких-то развлекательных зонах в каких-то зонах отдыха будет тоже развиваться достаточно быстро и вслед будет идти так называемый городской транспорт и скоростной транспорт естественно будет тоже выстраиваться потому что ведь совмещение грузовой то есть трассы для груза и трассы для скоростной во многой части в большинстве зависит от структуры прокладки этой трассы могут быть совмещены поэтому решений технические здесь может быть масса вот и таким образом естественно впереди много проектов и в первую очередь как говорит Сибиряков это самый эффективный проект перевозка льда в Китай пищевого или питьевой воды или пищевого льда называемого я удивился когда я узнал что смотрите в сравнении все познается в сравнении одна тонна бензина самого высококачественного стоит тысячу долларов стоило сегодня немножко дешевле а тонна одна тонна пищевого льда стоит семь с половиной тысяч долларов и его цена не падает и она не зависит от того что происходит на рынке нефти где играют это питьевая вода ее сегодня уже не хватает по разным оценкам где-то 20% а 40% населения земного шара получает не совсем качественную или мягко выражаясь некачественную питьевую пищевую воду то есть этот вопрос постоянно будет расти это что в одну сторону лед в другую сторону товары различные оборудования станки и так далее то есть очень эффективно и посмотрите скорость какая сегодня скорость движения грузов это от 8 до 12 средняя скорость движения груза от 8 до 12 километров в час я удивился когда водители фур мне сказали что у них средняя скорость 20 километров то есть зачастую бывает даже ну если они хорошо постараются может до 40 километров быть а практически от 20 до 40 километров по дорогам понятно какая-то разница а движение по крайсе скайвей это они двигаются до 120 километров но средняя скорость будет 85 километров в час потому что эта скорость во многом зависит от логистики тоже как будут решены логистические узлы перераспределения или перегрузки или разгрузки этих грузов и их дальнейшего движения вот так вот дорогие друзья значит есть еще будут терять работу да ну вы понимаете сегодня водители грузов конечно будут терять работу но вы понимаете что все мы заискали без исключения даже я каждый из нас я уже сколько раз менял как бы свою специальность а люди которые поколения нынешние и предыдущие поколения то есть люди скажем так которые родились с начиная с 1980 года должны быть готовы в течение своей жизни поменять специальность от двух до шести раз вы понимаете какие вызовы к изменениям к способности изменяться к способности переобучаться и так далее то есть это все непросто сейчас открою так акционерам и ты ничего не потерять естественно Сергей правильно все тогда все дорогие друзья заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу еще раз всего доброго и до встречи до свидания до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...